18 или 19 место из трех тысяч на всем Пхукете и вот это все? Такое заведение с милыми рекоменд но они пишут о том что это жареное мороженое и сегодня обзор пляжа Катабич всех посылал и говорил что вы Алгуэнны Ваня маленький был испугался и плакал и кричал папа улетел вопрос что привезти из Таиланд вот такие бомбочки если вы думаете что мы переезжаем из одного дома в другой нет мы просто возвращаемся с Таиланда домой вот на такой яхте нас доставит сейчас в аэропорт Пхукета на воде капр ребятки сегодня пляж корон и отвечаем на 11 вопросов коротко емко по существу первый у нас на очереди где покушать сохранил еще перед поездкой вот такое заведение рекомендованное 18 или 19 место точно не помню из трех тысяч на всем Пхукете идем посмотрим вот такие метровые пиццы на вынос и вот это все такое заведение прикольно прикольно мне такое ощущение что мы даже были в нем и у меня Channelman Мы сейчас не только две poczу сейчас прямо сегодня только две пока кричали были люди потому что такая семья adalahوت, правда у motorcycles однае наука путь у меня этой кольц Herzblade да они çıktı но так много! в Таиландии даже период раз Crystalья или секрет? один момент секрет да, слишком много у меня ресторан в моем стране реально? где? Москва не Москва, в Молдавии Молдавии? Кишиняо у тебя в Кишиняо? нет, я был в Румынии в Галац Галац вот такая пицца салмон а у тебя с ананасом и с мясом с грибочками добро пожаловать хлопцы, путешествие с милыми рекоменд путешествие с милыми с милыми рекоменд 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 Италий 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 стаканчик 80 бат да? 80 бат кто не видел показываю как это происходит все так, супер быстрая шоковая заморозка и получается жареное мороженое оно супер охлаждаемое но они пишут о том, что это жареное мороженое Ката бич наличие массажа есть такое дело наличие мусорки тоже немаловажный фактор видишь, они новую политику избрали на пляже дороже, чем в салоне саводика, ребятки и сегодня обзор пляжа Ката бич Милая на связи путешествует Милая на связи путешествует и рассказывает первый пункт у нас всегда море и надо признать что море есть так выглядит море водичка с одной стороны прозрачная с другой стороны грязненькая вот такого большого пляжа очень грязненькая очень грязненькая говорит Милая смотрите сколько всего а медузы понятно, что они бывают есть, а бывает их нет но сегодня еще и ко всему прочему медузы здесь что тоже мало приятно как вам песочек, любимая? ну я не люблю такой песок он очень мелкий и он такой серо-белый бело-серый опять же мусора достаточно много и еще один момент количество людей посмотрите то есть вообще не для уединения да а где? Ялта Сочи Ялта Сочи Затока Одесса Затока третьим пунктом массаж ну есть, но очень плохо благоустроенный одна массажистка цена естественно и я не рискнула туда лечь массаж представлен но новая тенденция похожа на то, что на пляже массаж стоит дороже чем в салонах в салоне мы там где рядом кушали сколько там? 300 бат 300 бат как бы стандартная цена салоны есть но у них нужно идти немножко дальше просто на самом пляже прямо с салона да, здесь получается цена 400 но тем не менее галочку ставим массажи есть следующий пункт для детей активити для детей незаметно ничего такого никаких горок развлекал кроме лежаков здесь есть тенечек мы сейчас замечательно подремали в тени и это прекрасно когда есть выбор да, хочешь на лежаке хочешь на песочке отдыхать много деревьев, но есть есть такое дело активити представлено здесь наверное катакарон больше всего представлены и водные мотоциклы и парашюты где уже вернулся вернулся парашютики все есть следующим пунктом у нас покушать покушать на берегу теоретически можно но конечно воронгов здесь нет там вот типа не уличная а быстрая еда стритфуд но цены такие как в хорошем ресторане понятно скопление людей равно но отсутствие желания конкурировать кого-то с кем-то они все равно есть мы попали в итальянский ресторанчик и то хоть он там и занимает какое-то место 31 место из 3000 ресторанов представляете не знаю это на троечку цена-качество ровно на троечку да, то есть вроде бы все съедобно порции небольшие не очень вкусно не очень вкусно и в то же время и дорого дорого да то есть цена-качество как вчера вот мы кушали в Сиданской деревне когда вкусно то ты готовишь заплатить за это и свежая приготовленная пища а здесь ну совсем не вкусно следующим пунктом у нас идет наличие раздевалок душа на пляже отсутствие судя по всему полное отсутствие большое количество людей конечно же обусловлено тем что много отелей а ну-ка вот лайфхак от Милы ну-ка давай что это такое это плавник это каракатица и это натуральный стриптоцит вот если вы находите такую штучку высушите ее обязательно возьмите с собой домой а дома если у вас есть какие-то ранки вы можете ножичком сошкрябать насыпать на ранку очень быстро заживает вот эту вот штучку да это натуральный стриптоцит я поправлю только это хребет каракатица хребет очень полезная штука на берегу моря просто поднимаете вперед сейчас заодно спросим сколько стоят лежаки ребят по-русски говорить сколько стоят лежаки здесь 100 бат 100 бат один поштучно да а зонт тоже отдельно а зонт нет в комплекте спасибо еще минус здесь очень много китайцев очень много они очень шумные не воспитанные и к сожалению когда они рядом находятся невозможно нормально они просто воспитаны по-своему да по-своему им нормально вот они себе устроили игру какую-то а если их здесь целая провинция просто приехала то это шквал одна маленькая провинция да шквал стоянка здесь как вам сказать произвольная вот вдоль дороги машины мы в прошлый раз два с половиной года назад так же парковались там в самом начале есть буквально несколько карманов но такое там негде поставить да машину негде поставить на самом деле все утыкано ну вот первое впечатление которое создаются пляжи когда мы были первый раз четыре года назад здесь оно точно такое же в принципе и осталось не хочется честно сюда приезжать именно на этот пляж каждый день каждый день один раз один раз и все да мы так по разу каждый раз и приезжали сюда зато здесь мы познакомились с уличным торговцем кстати их наличие здесь превалирует естественно потому что столько людей с торговцем которого мы теперь прозываем Агуэнна и если что то мы не ругаемся а просто говорим Агуэнна который на нас так ругался типа матерился по-русски матерился по-русски а почему матерился потому что что он там вееры да предлагал рассматривали вееры и он уже решил что их уже все должны были купить когда ему часть веера вернули то он тут поднял такой кипиш на весь пляж и посылал нас и всех посылал и говорил что вы Агуэнны ну а мы на самом деле были и не против мы действительно Агуэнны согласитесь кто согласен ставим лайк Мила а ты на парашютики погонять а чё? не хочу я же каталась помнишь в Турции а что ли нам какое-то удовольствие на самом деле мы тестили парашютики это Ванюшке было годика четыре да наверное годика четыре Американский город даже прикольный конечно то есть в принципе тебя подвесили на воздухе и ты себе висишь если нет никакого волнения ветра то совершенно безопасно это если кто-то боится и ну и удовольствия в принципе тоже нет никакого и была смешная история когда я полетел Ваня маленький был испугался и плакал и кричал папа улетел так смешно сейчас вспоминать здоровые билды уже кстати мы слукавили здесь же есть туалет и душ ну один туалет на весь лес и ту платный да но платный но хотя бы есть и душ платный да ну он там зайти можно в него можно зайти но это очень далеко а нет вот кстати две детей но переходить тут конечно не осталось не нужно а сходить конечно вот вроде мальчика на самом деле может конечно он себя чувствует и девочкой мы поговорили по поводу того что совершенно безопасный вид спорта парасайлинг точнее развлекаловка и вот эти ребята вот этот китонега сиганул сверху сложился парашют ты окей? я окей я окей я окей 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 сюрприз а наш народ не боится ничего ничего что парашют мокрый никого не смущаешь а а а а теперь другая другая фигня чтоб теперь они там где-то не пересеклись они еще и сажают не на лодку как в Турции а прямо на берег не парятся обезьянка посмотрите что творит а как его по-другому назвать привет ребятки вопрос что привезти из Таиланда конечно же фрукты каким образом их привезти за три поездки мы приобрели определенный опыт сейчас там где продают фрукты очень часто продают корзинки для ручной клади но ходят слухи что якобы их сейчас запрещено в ручной клади возить возникают вопросы у нас в банде есть ребята которые взяли с собой фрукты именно в корзинках мы проверим и обязательно вам расскажем можно или нет а мы старым дедовским способом упаковываем и вот до сих пор дважды возили фрукты и все было с ними нормально как это происходит берется пленочка берется пакетики плотненько фрукты выкладываются потом затягиваются пленочкой видите что получается вот такие бомбочки папайя манго тут один чемодан мы уже упаковали 30 килограмм разрешено вручную вручную не вручную а багаж давать на катарских авиалиниях и в принципе трансатлантические перелеты все такие поэтому берите фруктов побольше дабы продлить себе удовольствие привет милая привет куда собралась я везешь на ресепшен чемодан если вы думаете что мы переезжаем из одного дома в другой нет мы просто возвращаемся с Таиланда домой один чемодан у нас наверное где-то по объему фрукты занимает второй чемодан милой купальники ну и у нас с вами маленький один чемоданчик на двоих погнали такого трансфера в аэропорт у нас конечно еще не было вот на такой яхте нас доставят сейчас в аэропорт хукета представляете себе вот такая землироечка у нас под носом прямо вот лагун ресепшен карма виллэдж расположена в каком то на мой взгляд старинном колониальном здании мне кажется судя по башне сверху раньше контролировали тут вот выход из лагуны похоже на диспетчерскую рубку но такой отель а-ля виллы на букинге не найдешь это клубный отель рекламировать не буду как и обещал рекламы у нас на канале нет кому интересно пишите в личку расскажем очень удобное решение для семей с детьми для путешествий больших семей карта устаревшая конечно сейчас гораздо больше отелей но а что то и отсутствует как на багамах во время цунами смыло там отельчик принадлежащий корма групп чай кофе капучино здесь я помню мы переговоры вели компания сотрудничает с rsi и получает регулярно награды очень сильно рекомендуем упаковать тряпочный чемодан пока мы упаковывали чемоданы уже сумочка нарисовалась чемоданы наши оформляют на баристов хотя мы имеем три сегмента перелета и мы прибыли на аэропорт дохо для того чтобы перейти через пешеход и переход надо нажать кнопочку а этот миша оказывается весит всего-то 17 тонн у меня хоро это миша это миша вы